Добрый день, в эфире новости в студии Джаналмар Задвишенбекова. Казахстан ужесточил контроль на границе с нашей страной. Усиленные проверки на контрольно-пропускных пунктах соседней республики, как сообщается, начались накануне вечером. Соответственно, на месте скопились длинные очереди из граждан и машин. К примеру, на пункте пропуска Кордай, который является смежным к кыргызстанскому КПП Акджол, люди часами не могли пересечь границу. Водители большегрузных авто говорят, что для них граница и вовсе оказалась закрытой. Подробности далее. В каждой из этих фур результат труда всего сезона. После сбора урожая фрукты и овощи, выращенные нашими дейканами, беспрепятственно реализовывались именно на соседнем рынке. Так кыргызстанцы старались заработать себе на жизнь. Однако накануне ситуация резко изменилась. Воз продукции на территорию соседней республики через границу усложнился. Об этом в соцсетях стали массово писать граждане нашей страны. Это и КПП Акджолы, Кенбулун и погранпереход Дунларов-Мост. Под вечер движение транспорта практически остановилось. Об этом и сказали водители. Везу персик примерно 8 тонн в Алма-Ату. Все время вожу, день через день. А сегодня вот уже два часа стою. С места не сдвинулась очередь. Говорят, что в Казахстане общая тревога. На всех границах установлен жесткий контроль. Пустят или нет, информации никакой не знаем. Просто стоим и ждем. Надеемся, что пропустят. А Калумуралиев не просто так переживает в его машине товара на миллион сумм. Пересечь границу нужно сегодня, чтобы продать скоропортящуюся продукцию. Если еще постоит, товар точно испортится. По его словам, реализовать овощи и фрукты здесь, в Кыргызстане, невозможно. Маленький рынок. Нужно вывозить урожай в другие страны. Или в соседний Казахстан, или через него в Россию. Если не удастся пересечь границу, то понятно, что станет с фруктами. Придется все выкинуть в мусорку. Все испортится. Мы люди сами стараемся работать. Но власть хотя бы должна не создавать нам такие проблемы. А наоборот, хоть чем-то помогать. Три часа стоим. На ту сторону так никто и не попал. И легковые стоят, не говоря о больших грузах. Водители, которым удалось пересечь границу и выехать на территорию Казахстана, по телефону рассказывают, что и с той стороны ситуации не лучше. Казахские правоохранители останавливают машины из Кыргызстана. Учиняют разные проверки. Больше всего из-за сложившейся ситуации переживают водители грузовых авто. В каждой машине товара на миллион сомов примерно. Нам звонили с Казахстана, с рынка Алтынордо. Сказали, что в отношении кыргызстанцев есть какие-то распоряжения. Например, задержали 50 наших соотечественников. Мне звонили и говорят, чтобы не приезжал. Но у нас столько товара. Как мы можем не ехать? Надо же жить как-то. Как не ехать? Не только здесь. На всех погранпостах между Казахстаном и Кыргызстаном, даже на казахско-российской границе, наши машины с кыргызскими номерами, которые идут транзитом, стали сталкиваться с проблемами. Проверяют, цепляются, даже если документация в норме. Усложнялся переход через границу и для тех, кто идёт пешком, не на автомобиле. Некоторые, увидев ситуацию и поняв, что попасть за границу им удастся не скоро, решили повернуть обратно. А между тем, среди водителей появилась информация, что силовики соседней республики даже депортируют наших граждан назад. Об этом сообщили наши соотечественники, которые живут и работают в Казахстане. Елена Яковлева, Айбек Бейбосунов, Нурбек Капаров, НТС. В связи с чем соседи усилили контроль на границе с нашей страной, казахстанская сторона пока не даёт никаких разъяснений. Об этом сообщили в погранслужбе нашей страны. Ведомство подчёркивает, с кыргызской стороны на границе нет никаких ограничений. Наша КПП работает в том же режиме, как и прежде. При этом пограничники нашей страны сообщают, что их казахстанские коллеги об усилении режима у себя на КПП не уведомляли. И это их право. Закрытие границы может привести к тяжким экономическим последствиям. В этом уверены эксперты. Экономисты и политологи вспоминают события 2010 года, когда Кыргызстан фактически оказался в продовольственной блокаде из-за того, что Казахстан обеспокоенной ситуацией в Кыргызстане закрыл свои посты. Тогда страна 40 дней жила в изоляции. Если ситуация повторится, последствия вновь могут серьёзно ударить как по карманам бизнесменов, так и по простым кыргызстанцам. Поэтому эксперты рекомендуют правительству как можно скорее начать переговорный процесс. Подробности в нашем следующем сюжете. Режим усиленного контроля введён на границы только минувшим вечером, а результаты уже начали отражаться на Кыргызстане. Поставщики товаров уже жалуются на то, что машины с кыргызскими номерами начали досматривать особенно тщательно. Груз проходит, но крайне медленно. Водителей фур заставляют срывать пломбы, что запрещено правилами перевозки. В ассоциации поставщиков переживают, что если ситуация не изменится, предприниматели могут понести серьёзные убытки. С подобными мерами со стороны Казахстана наша страна уже сталкивалась в 2010 году. Тогда потери для бюджета были колоссальные. Сложно оценить потери для той или иной стороны. Конечно, в первую очередь потери для транспортных компаний. Простой одной машины в день, фуры, это порядка 100 долларов, если говорить за простой. Если говорить за груз, то один-два дня это может быть не так критично, потому что срок годности и так далее позволяет. Другое дело, что если это скоропортящий товар или сельхозпродукция, для которой каждый день важен, здесь, конечно, уже от стоимости товара эти потери уже понесут предприниматели. И, в общем-то, как в 2010 году, ни казахское правительство, ни киргизское правительство, никто эти потери предпринимателям не возмещал. Кыргызстан фактически находится в географической изоляции, поэтому от ситуации на границе сегодня зависит очень многое. И речь идёт не только о продуктах питания, которые завозятся из третьих стран. Главное, чтобы соседи не закрыли нам доступ к рынкам России и других государств. Я думаю, что они не додумаются до того, чтобы проверять и применять другие железные тарифы, проходящие и приходящие к нам через Казахстан грузы из России, из Европы, из других. А также от нас сейчас немало грузов выходит по железной дороге в Китай и в Европу. Я думаю, что они до этого не дойдут. Что касается наших производителей, то больше всего от закрытия границ пострадают фермеры, говорят эксперты. Приграничные барьеры означают, что теперь крестьяне не смогут вывезти в соседнюю страну картофель, мясо и многое другое, что до этого успешно сбывалось на рынках Алматы и других городов Казахстана. Во-первых, прекращена закупка картофеля на Русской, Сыкт-Петербургской области бизнесменами из Казахстана. Это был как раз редкий случай, когда закупоченная цена доходила до 25-27 килограмм. Все, теперь этого нет. Соответственно, прекращен закуп также сельскохозяйственной продукции, мяса, молока и так далее, опять же, из Кыргызстана. Вот, прекращена закупка крупного мелкорогатого скота с живым весом. И, видите, из границы с казахской стороны также прекращена поставка, опять же, продовольствия, медикаментов и так далее. Выход из этой ситуации только один, говорят эксперты. Немедленно сесть за стол переговоров. Правительство должно убедить соседей снять ограничения. Кабинет министров должен найти точки соприкосновения с Казахстаном. Игорь Потанин, Владимир Кубалдиев, НТС. Штаб кандидатов в президенты Омирбека Бабанова сделал заявление относительно сообщения МВД по поводу подкупа голосов в Аше. Напомним, накануне пресс-служба ведомства распространила информацию о том, что в южной столице задержаны сторонники кандидата, в машине которых были обнаружены агитматериалы и крупная сумма денег, которую якобы хотели потратить на подкуп избирателей. Штаб Омирбека Бабанова заявляет, что деньги были предназначены для оплаты услуг агитаторов. И ничего противозаконного в этом нет. Заявление штаба Омирбека Бабанова. Штаб кандидатов президента Кыргызской республики Омирбека Бабанова в ответ на информационное сообщение пресс-службы МВД по поводу якобы подкупа голосов в городе Ош сообщает следующее. Считаем, что любые несанкционированные судом оперативные мероприятия, в том числе и слежка за штабом Бабанова, является незаконной. Более того, частное автотранспортное средство было остановлено беспричинно и досмотр был осуществлен незаконно. Как выяснилось, ничего противозаконного в автомобиле не было. Коробки содержали исключительно агитматериалы, утвержденные Центризбиркомом. Более того, мы считаем, что на водителя и агитатора, находившихся в машине, оказывалось давление, после чего они дали ложные показания. Считаем, что ничего незаконного в перевозке агитматериалов нет. Факт наличия денежных средств у людей не является противозаконным. При этом мы заявляем в категорической форме, что штабы не выдают наличные денежные средства агитаторам. Кроме того, штабы Омирбека Бабанова не занимались и не занимаются подкупом избирателей. Это вопиющий факт и преступный оговор. Данные обстоятельства являются очередной инсценированной провокацией, направленной против кандидатов в президенты Омирбека Бабанова. В свою очередь, по данному факту, республиканский штаб Омирбека Бабанова направляет свое заявление в Генеральную прокуратуру Кыргызской республики о превышении и злоупотреблении должностных полномочий сотрудниками МВД в отношении работников штабов Омирбека Бабанова. О том, что это явная провокация, говорят и сами агитаторы. Спланированная провокация в целях очернения оппозиционного кандидата и его сторонников. По их словам, за ними следили и задержали именно в тот момент, когда они везли абсолютно законные деньги на выдачу зарплаты их коллег-агитаторов. Сегодня, кстати, заявление сделал и тот самый сотрудник штаба кандидата, который накануне в милиции якобы дал признательные показания. Он заявляет, что признание якобы о подкупе у него выбили, применив рукоприкладство. Угрожали подкинуть наркотики. Морально давили, чтобы человек подписал заранее подготовленное заявление на руководителя местного штаба. Якобы тот заставлял агитатора подкупать избирателей. Подробности расскажет Гульджан Алтмужбаева. В этом видео видно, как милиционеры проводят обыск в машине и досматривают личные вещи двух сотрудников лошадского штаба кандидата к президенту Омирбека Бабанова. Вскоре МВД сообщило, что у них изъяли 185 тысяч сомов. И один из задержанных, 58-летний Сабырджан Алимов, якобы признался, что деньги они везли для подкупа голосов. Задержанный гражданин 59-го года рождения дал показания, что деньги были предназначены для избирателей. Его слова зафиксированы на видеокамеру. Возбуждено дело по статье 140 Уголовного кодекса. Все материалы мы передали в городской суд. Нам выдали деньги в городском штабе Бабанова. Начальник штаба Орзбека Ке. Эти деньги были предназначены для подкупа голосов. Нас по дороге задержала милиция. Привели в УВД. Я не знал, что раздача денег для подкупа – это нарушение закона. Теперь обо всем жалею. И намерен подать в суд на начальника штаба Орзбека Корыбаева. Сегодня утром Сабриджан Алимов признался. Вчера он дал такие показания под сильным давлением сотрудников милиции. Чтобы выбить лживое признание, по словам агитатора, ему угрожали физической расправой, оказывали моральное воздействие, говорили, что подкинут ему наркотики. Все деньги, которые накануне были изъяты, как заявляет Сабриджан Алимов, были выданы ему для выдачи месячной зарплаты агитаторам. Мы вчера ехали в Онадыр с зарплатой агитаторов. По дороге нас задержали сотрудники ГАИ и привезли в УВД. Там меня заставили дать ложные показания. Меня били несколько раз. Потом пригрозили, что подкинут один килограмм наркотиков. Я раньше никогда не был в такой ситуации. Не имел с ними дела. Я, конечно, испугался. И сказал все, как они требовали. Но на самом деле это все ложь. И показания мною даны под сильным давлением. Прошу, не верьте всему, что я там сказал. 10 октября мы в штабе провели собрание. Агитаторы потребовали свою зарплату за месяц работы. Я из штаба под ведомость взял 85 тысяч сомов для 17 агитаторов. Рядом со мной был еще Сабыр. Он тоже взял определенную сумму для своих агитаторов. Какую, точно не знаю. Мы сели в одну машину и поехали в сторону Онадыра. Нас остановил инспектор ГАИ. Вместе с ним к нашей машине подошли двое в гражданской форме. Начали обыскивать машину. А как увидели деньги, забрали нас в управление. Начался допрос. В милиции нас держали до 11 часов. Мы написали объяснительные. Я в ней четко указал, что эти деньги предназначались для зарплаты агитаторам. 37 агитаторов микрорайона Онадыр накануне вечером ждали свою зарплату и не дождались. У каждого из них, говорят, имеются заключенные со штабом трудовые соглашения, в котором указано, что их месячная зарплата равна 5 тысячам суммов. Мы собрались в штабе и потребовали, чтобы нам заплатили за месяц работы. Сабыр Алимов поехал за деньгами и исчез. Потом мы услышали, что его вместе с деньгами задержала милиция. После того, как Сабыр уехал за нашей зарплатой, его телефон оказался отключенным. Мы долго не могли выяснить, куда он пропал. А потом услышали, что его задержала милиция и разошлись по домам. Нас 17 агитаторов. Мы работали целый месяц. Верните нам нашу зарплату. Тем временем Сабыр Алимов рассказывает, что накануне его сразу же повезли в суд. По словам агитатора, там его под разными угрозами заставили подписать заранее подготовленное заявление на Арзебека Харабекова, который якобы его принуждал подкупать избирателей. После допроса нас повезли в суд, чтобы я там якобы заявил на Арзебека Харабаева. Но это показание я не писал. Они сами его написали, набрали на компьютере и распечатали. Но я его подписал, потому что я сильно испугался. Я и сейчас боюсь за свою безопасность. Становится очевидным, что вся эта история с задержанием якобы признанием агитатора оппозиционного кандидата, как говорят наблюдатели, должна стать предметом тщательного расследования со стороны службы собственной безопасности МВД и Генеральной прокуратуры. Ничего противозаконного агитаторы не сделали. А вот в действиях милиционеров, которые без санкции суда, без возбуждения уголовного дела проводили слежку, задержание и обыск, угрожали и выбивали лживые показания, явно прослеживается состав преступления. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.